Смотрите прямо сейчас. Информационная программа «Наши новости». Добрый вечер. Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире в студии Елена Тарасова. И Кирилл Политов. Смотрите сегодня в выпуске. Адмирал сибирских рек. Новый полпред президента впервые побывал в Алтайском крае. Чему удивился чиновник? Очередь детям. Почему барнаульские родители даже после получения талона не могут получить путевку в детсад? Мы с конем вдвоем. За что житель края убил коня, которого готовили лечить детей? Самая живая экономическая зона и люди с огоньком. Новый полномочный представитель президента в Сибирском округе впервые приехал в Алтайский край с рабочим визитом. После знакомства с регионом Сергей Миняйло не скупился на эпитеты. Что впечатлило полпреда, о каких проблемах он говорил и где, по мнению бывшего губернатора Севастополя, лучше отдыхать? В Крыму или на Алтае? Обо всем этом расскажет Маруся Загорска. Не прошло и месяца с тех пор, как президент назначил Сергея Миняйло своим полномочным представителем в Сибири. А бывший губернатор Севастополя уже успел перебраться на новое место жительства в Новосибирск и объехать половину уверенного ему округа. В Алтайском крае Миняйло побывал впервые в жизни. Первым делом он осмотрел знаковый для региона объект – особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь». Художник приезжает, снимает, живет и одновременно творит. Творит здесь, даже у бесталанного что-то должно получиться. Художественную галерею, где продают картины алтайских художников, а также мастерские для летних пленеров, в «Бирюзове Катуне» построил один из первых резидентов. С владельцами этих объектов, руководителями экономической зоны и губернатором края Александром Карлиным Пол Прид обсудил особенности работы на такой территории. Я уже третью смотрю. И вот живая сегодня особая экономическая зона в том состоянии, в котором она находится, и ее перспектива – это здесь. И есть проблематика везде, но здесь она живая. Кроме этого, Сергею Миняйло показали главный курорт края – Белокуриху. Он осмотрел строительство инфраструктуры для активного отдыха в этом месте. Кроме того, обсудил с губернатором основные темы для совместной работы. В краткосрочном плане отопительный сезон, в долгосрочной перспективе, отставной вице-адмирал Миняйло готов делиться с властями опытом в вопросе развития водного транспорта. Есть труднодоступные места, куда не добраться ничем, кроме, скажем так, вездеходов. Есть тайка, есть судоходный путь. Но для этого надо провести очень комплекс мероприятий. Первое – это дно углубления, вот мы сегодня летели, смотрели, которое не проводилось. Это строительство встречных судов. Мы постарались до Сергея Ивановича довести информацию объективную, не просто какую-то приукрашенную и так далее. Мы намерены серьезно и честно работать с полномочным представителем президента в Сибири, с аппаратом полномочного представителя. Сергей Миняйло не скупился на комплименты красоте региона и его жителям. Впрочем, отметил, что есть и проблемы, которые он намерен помочь решить. По итогам первого визита у полпреда спросили, где лучше отдыхать. В Крыму, где он отработал последние годы, или на Алтае, с которым он теперь знаком. Миняйло ответил, что ему пока рано думать об отпуске, ведь он только-только включился в работу на новом посту. Маруся Загорская, Николай Шелко, Наши новости. Чем больше детей в классе, тем выше должна быть зарплата, заявляют алтайские учителя. С просьбой изменить подход к финансированию школ, накануне к губернатору обратилась инициативная группа директоров. Сегодня на педагогической конференции Александр Карлин пообещал решить эту проблему в ближайшее время. 25 тысяч новых мест должно появиться в алтайских школах в ближайшие 10 лет. Именно столько необходимо, чтобы все дети края смогли учиться в одну смену. Пока на такой режим работы перешли далеко не все образовательные учреждения. Причем в крупных городах края, Барнауле и Ивбийске, эту задачу выполнили за счет увеличения детей в классе. Кое-где численность учеников превышает 35, при нормативе в 25. Я прошу, убедительно прошу, учительство в крупных городах с большой выполняемостью класса, немножко-немножко потерпеть. В ближайшее время мы подумаем над законодательным решением. Тем временем в Барнауле неожиданно возник ажиотаж вокруг путевок в детские сады. К нам в редакцию обратились родители, которые вынуждены буквально сутками стоять в очереди, но путевки получить все равно не могут. Трудности есть даже у тех, кто заранее взял талон. В чем причины, выясняла София Кондратьева. Абсурд, практически драка. Мы здесь все на нервах. Кто с талонами, кто без талонов, путаница. Непонятный список с понедельника по живой очереди. Толпа сравнима, пожалуй, с очередями в Барнаульский Макдональдс. И все ради заветной путевки в детский сад. На этой неделе прошла вторая волна комплектования садиков. Чтобы получить путевку сейчас, люди записывались на прием еще весной. Но Екатерине талона не досталось. Разобрали раньше обозначенного срока. Сказали приходить в порядке живой очереди с 15 августа. Но и в этот раз маму ждало разочарование. Нам вышли, сказали, что мы по живой очереди принимать не будем. Будем принимать только по талонам. Приезжайте с 4 до 5. В пятом часу они вышли, сказали, что можете не стоять. Будем принимать только по талонам. Соответственно, мы опять ни с чем уехали. 85 человек. На тот момент, когда мы приехали в отдел образования индустриального района, у ведомства стояло около 100 человек. Люди решили не отдаваться воле случая, а самостоятельно составили список, кто за кем идет за путевкой. Страх, что ребенок не отправится в детский сад, толкает людей осаждать двери отдела образования с 6 часов утра. Возникает вопрос, а есть ли эти путевки или нет. Может быть специально тянут, что путевок всем не хватит. Тогда бы вышли и сказали, что путевок нету, настолько-то человек. А люди бы тогда не записывались, а 150 людей в ожидании того, будут путевки или не будут. Чиновники винят в очередях родителей. Они утверждают, что многие пытаются пройти не по талону. И настоятельно советуют все-таки записываться на прием к специалисту заранее. В ведомстве уверяют, путевки будут. Кроме того, доукомплектовывать сады собираются каждый месяц. Всем детям, которые у нас свыше трех лет, будут всем предоставлены путевки в детские сады. Только сразу хочу предупредить. Не уверена в том, что это будет детский сад, который находится в том микрорайоне, в котором вы проживаете. Никто не уйдет, пока не закончится последний человек в очереди. Отметим. В первую волну, которая была весной, в детсады получили путевки 7,5 тысяч дошколят. В городском комитете по образованию говорят, что еще свыше 2 тысяч детей получат место в садах после дополнительного распределения в августе. Нашей героине Екатерине путевку выдали спустя 4 дня, проведенных в очереди. А вот как быстро желанный документ получат другие, никому неизвестно. София Кондратьева, Николай Шелко, Алексей Фризин. Наши новости. В ближайшее время может вырасти число туристов из Европы, стремящихся увидеть алтайскую сельскую экзотику. Представители Алтайского края и Франции подписали соглашение о сотрудничестве в области сельского туризма. Документ завизировали в рамках Столыпинской конференции. На профильной секции обсуждали тему развития туризма, его проблемы и перспективы, брендинг сельских территорий. Сейчас 5 из почти 200 алтайских гостевых домов отмечены знаком качества Международной Федерации крестьянское гостеприимство, что ставит их на один уровень с ведущими европейскими усадьбами. Чтобы закрепить успех, на Алтае впервые в России создана своя ассоциация крестьянское гостеприимство. И теперь она стала частью Международной Федерации. Это дает возможность использования марки, бренда. Российская организация, которая создается в данный момент, становится неотъемлемой частью французской. Обе стороны образуют единое целое с едиными принципами, стандартами, которые прописываются в харте. Адреса алтайских гостевых домов теперь могут попасть в базы данных европейских турагентств. Правда, нашим предпринимателям придется соответствовать европейскому уровню и в плане качества сервиса, и в плане качества питания. Наркотики в медучреждении. Пациент краевого противотуберкулезного диспансера прямо в палате варил гашишное масло из конопли. За этим процессом его застали сотрудники полиции, которые пришли в лечебное учреждение проверить оперативную информацию. 26-летний парень свою вину не отрицал и пояснил, что варил для себя, чтобы разнообразить размеренную жизнь в лечебнице. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств». И пациенту-диспансера грозит длительный срок лишения свободы. Примечательно, что молодой человек нарвал коноплю прямо на территории лечебного заведения, и дурман-трава здесь беспрепятственно растет. А за это закон предполагает уже наказание для руководителей учреждения. Правда, пока о наложении штрафа на медиков не сообщается. Расстрелял за вытоптанный огород. Житель Барнаула убил коня, которого несколько лет готовили к работе с больными детьми. Свой поступок убийца объяснил тем, что якобы жеребец зашел на его приусадебный участок. Галина Юмашева расскажет подробности. Трехлетний Север и его владелица Полина вместе были постоянно. Девушка с детства общается с лошадьми, и ее мечта лечить больных деток с помощью ипотерапии. Для этого она поступила в медицинский университет и завела жеребенка. С самого его рождения девушка учила коня быть добрым и послушным. Как собака за тобой ходит. Но планы разрушились в один миг. В тот злополучный день заводчики лошадей привязали животных и уехали за кормом. А когда вернулись, Север стоял отвязанный и весь в крови. Дальше услышала, как сосед кричит, что наши лошади ему надоели. Я подошла узнать, что случилось. И вот его циничное высказывание о том, что он всадил в нее пару пулек. Пара пулек после подсчетов ветеринаров превратилась в шесть. И хоть стрелял мужчина из пневматического оружия, ранение оказалось смертельным. У Севера началось воспаление легкого. Мужчина, дом которого отгорожен забором от конюшни, утверждал, что конь отвязался, чтобы пробрался к нему в огород и вытоптал весь урожай. Тыква, картошу, выкатку. Может быть, стоило ее просто выгнать с огорода? Минут сорок. Вам не жалко было лошадь? У меня хумуса-то никакого не было. Что-то с ней сотворять. Мне просто ее надо было выгнать, только все. Именно с помощью оружия? Это человек. Для меня это загадка, как она могла проникнуть на его территорию. Тем более, что следов на той стороне никто не видел. Полиция осмотрела место происшествия и возбудила административное производство по статье «Стрельба из оружия не в отведенных для этого местах». Статья предусматривает достаточно серьезный штраф, вплоть до 50 тысяч рублей. В настоящее время оружие, из которого стреляли, конфисковано. Сейчас полицейские проводят серию экспертиз и уточняют сумму причиненного ущерба. После всех проверок, возможно, будет возбуждено и уголовное дело. Но даже если стрелок получит самое серьезное наказание, вряд ли это поможет Полине забыть о разбитой мечте и коне, который был для нее лучшим другом. Галина Юмашева, Алексей Фризин. Наши новости. К другим темам. От этого города зависело благосостояние целой империи. 280 лет исполняется в эти выходные из Мейногорску, Центру горной промышленности и инженерной мысли. Туристы приезжают сюда побродить по заброшенным шахтам и купеческим особнякам, а историки до сих пор не могут разгадать все тайны Змейногорска. Екатерина Гаськова прогулялась по главным достопримечательностям города Юбиляра. Очутившись здесь, можно поверить, что из-за угла вот-вот покажется карета, а вдалеке раздастся стук рабочей кирки. Смейногорск, без шести лет ровесник краевой столицы, по исторической значимости смело может с ней конкурировать. Город горных людей появился на руднике, по общепринятой версии, в 1736 году. В тот самый момент, когда империя как никогда нуждалась в ценных металлах. Одна из версий, что когда перворудознатцы Государева люди уже шли, и на карте отмечали все эти месторождения, они выстроились в форме змеи, и поселение Змеёва было головой. Змейногорские месторождения слепили блеском меди, свинца и, конечно, драгоценных металлов. Здешнее серебро шло в казну императорского дворца. Здесь же впервые в России выплавили рудное золото. Правда, путь горняков им усыпан, не был. Мы сейчас находимся в одном из коридоров обширной шахтовой сети. Ощущения просто непередаваемые. Представьте, здесь 200 лет назад трудились горняки, добывали руду. Конечно, в условиях труда были не очень благоприятные. Здесь достаточно влажно, плюс прохладно. По ощущениям, примерно градусов 10. Кстати, эта температура здесь стоит как зимой, так и летом. Но и это, конечно, не самое главное. Дело в том, что геологические процессы продолжаются здесь до сих пор. По сути, здесь мы находимся на свой страх и риск. В любой момент эта махина может рухнуть нам на головы. Совершить настоящий рывок горнякам помогали чудеса инженерной мысли. На месте этого камня когда-то начиналась первая в России чугунно-рельсовая дорога, по которой возили руду. А под землей вращались огромные колеса, доставляющие породу наверх. Рудные жилы пронизывали весь город. К примеру, здесь располагалась Екатерининская шахта. Это замковый камень. Получился такой вот свод из камней. Для чего он был сделан? Ну, написано, что Екатерининский вход. На самом деле, где-то здесь находится шахта сама Екатерининская. Она 189 метров глубиной. Печать прошлого сохранилась и на поверхности. В эти лавки купцов второй гильдии горняки захаживали за покупками. Наиболее обеспеченные могли себе позволить сходить и на светский раут, в этот дом горных офицеров. Кстати, говорят, в нем бывал даже сам Достоевский. Об этом пишет барон Врангель. Побывали они здесь не единожды. И барон Врангель в своих воспоминаниях пишет. Пробовали мы в змею всего пять дней. Все было предоставлено в наше распоряжение. Пикники, танцы. Сейчас, сетуют историки, город Рудник пришел в упадок. Но им также хочется верить, что город-памятник переживает возрождение. Ведь даже спустя 280 лет его земля еще не открыла все свои тайны. Екатерина Гаськова, Александр Антропов. Наши новости. Алтайский канаист Андрей Крайтер остался без медалей Олимпиады в Бразилии. Спортсмен стал шестым в гонке на дистанции 200 метров. До последнего заплыва болельщики были уверены в том, что Крайтеру обеспечено место на пьедестале почета. Он выиграл два предварительных старта, включая полуфинал. Но в итоговом заплыве алтайский спортсмен показал лишь шестой результат, уступив победителю чуть меньше секунды. Некоторые спортивные эксперты заявили, что Крайтер мог надломиться из-за скандалов. Не допустить Крайтера до Олимпиады сначала пыталось Международное антидопинговое агентство, затем Российская Федерация гребли. Только за несколько дней до игр ему удалось через суд добиться права выступать в Рио. А сегодня в борьбу за медали в Рио вступает последний спортсмен, представляющий наш регион. Тэквондист Альберт Гаун примет участие в отборочных боях среди мужчин в весе до 80 килограммов. Напомним, в феврале этого года он заявил нашим новостям, что гарантирует привезти из Рио золото. На этом наш выпуск завершен. Далее вас ждет прогноз нашей народной погоды. Напоминаем, что голосование идет на нашем сайте и закроется в воскресенье вечера. Хорошего вам выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова